друзья всем привет а у нас очередная рубрика toyota highlander не ломается не это это у нас королка с ней уже все понятно а вот есть вот такой вот старенький экземпляр 2001 года рождения с пробегом 400 хернадцать тысяч километров 15 415 . и посмотрите что здесь под капотом и едет колотить toyota toyota не ломается она просто чуть-чуть и так не чуть-чуть это антошин пересет не чуть-чуть ну фильтр судя по фильтру там уже все хорошо что-то с другой стороны так ну расскажи что что тут за мотор я ты меня спрашиваешь что здесь за мотор я знаю что вот это вот штука который мне вот рассказали вот это вот это этот круиз-контроль круиз-контрол это у нас 2 и 4 у которых у которых как из двухлитровыми были проблемы с тем что вы тягивать шпильки гбц точнее шпильки резьбу тянет и начинается у нас течь антифриза эта машина приехала стечь антифриза но мотор этот уже по словам хозяина делали мы видим да как сделали пока в цилиндр не лазил потому что потому что дай фонарики покажу вот туда светит колокс да вот туда как-то вот там может быть увидят короче короче что-то короче что там там он все полное масло а это короче как на королке до когда прокладку прокладка подбивает ссыкает то же самое течь антифриза у нас вот здесь вот здесь вот эти вот две трубки вот так вот выглядит у нас чистый дроссель разъела трубки от масла вот и они начали пропускать так что не все в автомобиле масло бензостойкое масло разъедает так а с какой проблемой приехала проблема это течь антифриза ну как бы мы визуально видим две трубки охлаждения дросселя под замену но причиной у нас является не трубка а течь масло отече масло которая раздела за тело трубку и она как пластилин не просто страшно пока подходить такому мотору поэтому еще немножко там под соберем мотор и отвезем его на мойку вот но перед этим перед этим надо посмотреть весь автомобиль потому что пока его загонял все стучит гремит в салоне подсветки нету приборы не подсвечиваются ты не видишь какая включена передача то ли драйв то ли нейтраль вот поэтому посмотрим весь автомобиль общее его состояние где он как он обслуживался непонятно но вот этого я считаю достаточно для понимания того что он обслуживался у рука жопов или никак или вообще никак да поэтому сейчас поднимем ее посмотрим все ходовочки что в каком состоянии диски колодочки кондиционер может быть посмотрим потому что туда-сюда летом они как попрут все а тут раз и готово все а летом желательно что можно вот эта вот трубочка она была не на своем месте что она сделала у нас протерла другую трубу да а это у нас что это у нас трос выбора передачи потом сюда попадет водичка потом там порвется тросик клиент позвонит ему скажу открываешь капот вот здесь рукой переводишь драйв когда там кто-то держит тормоз и едешь ко мне поэтому хорошо знать каждую машину не знать что у нее вот-вот отрыгнет под машин погнали под машину ухты картинка какая классная с 3-3 там лянча висит который тоже никто не знает мы кстати про нее уже снимали про эту машину там все итальянцы итальянцы да поэтому друзья следующий дубль 2 будет под днищем посмотрим чего нет тойота хайлендер не ломается но бросится время но бросится в ремонт очень прости мавриму а это я тогда буду отключать мы сейчас посмотрим тут и кадр такой саморез и дальше непонятно что тут без помощи не обойтись перед ним диски колодки замена остаток у нас накладки составляет в районе 9 процентов офигеть слышим очень болеет очень болеет обычно так антошенька рассказывает клиентам что у них произошло с автомобилем сопли это она так скрипит на калитку бабушкину в деревне похоже опять же наблюдаем что мы что тут тоже масло делает свои грязные делишки пыльник рулевой рейки у нас распух но пока еще целый пыльник привода тоже весь мокрый и по-моему уже уже не особо целый задний лоб пошел отслоение идем смотреть подушка тоже он как у нас масло распространяем этого на наружный пыльник вот мы вижу видим свежую отметку смазки там держать что здесь вот у нас девочка совершенно верно все вот она в одном месте у нас идем на ту сторону здесь по листам колодка все то же самое такая же история задница его такая же история надрыв уже пошел трещинки стоечка стабилизатора тоже пока еще живая сейчас мы пошатаем посмотрим здесь все прям супер у нас рулевая тяга здесь на шарик стоит на месте здесь на месте а вон там но в руле она болтается с пыльником здесь наблюдаем такую же историю шоу васильевич антифриз да капает капает чуть-чуть на меня поглубже а хайду да там все прекрасно все красиво вот она у нас масочка слежа тоже вылазит как идем назад сзади у нас вот здесь под заклинивший суппорт мы можем наблюдать что здесь есть покраснение это говорит о том что диск перегревается но и также вот мы видим желтизм на диске и тут говорит о том что тормоза у нас от зажаты хотя колодки там стоят новые новые но мы рекомендовали а еще что вот это а но это я знаю вот это не зоны что внизу а лето все рассыпалось просто это просто вот буду стала на слушай подустала на за двадцать три года василий у нас угольник зажат амортизаторы скорее всего весь долг и и стучат скорее всего даже они вот так вот у нас компенсируется убираем амортизатора здесь вообще идеально пружина лопнула покинуть чат ну там пружина вот она до судя потому что амортизатор ржавый я думаю что там уже давно просит сама поменять просит сама на меня по меня поехали дальше ой ёшеньки и и над еще на мойку что там стоечки стабилизатора стучок слышишь вот в ней люфт есть рулевой у нас все нормально люфта нету втулочки тоже поменяем здесь кто-то наматывал уже чего-то изолента чтобы не стучал да да василищ есть такие у нас кулибина ну это нормально это продается вместе с запчастями изолента проволоку втулки стоит 500 рублей но изолента дешевле 100 рублей понимаешь да как мы видим десет туннельчик это говорит о том что данные кузова были еще с продольным двигателем двигателя на здесь с коробочкой вы вы здесь мы видим место под кардан до задней предуктор она даже не помню конечно только рычажные системы очень множные рычажные системы задние стоечки тоже люфт есть и тут а есть корень вкусно карельская ох тут конечно микроша будет помогать это что такое индукционный нагреватель еще не открутится нормально ну да судя по и потому что тут уже отслоение трос ручника на у нас уже все погиб да кстати возможно из-за этого у нас там так диски разогревается к лимону вот здесь еще смотрите она подсвети сюда ну болеет без анестезии вот это будем разрабатывать развала вот так тут сваркопик это иногда включить закрепить мы но тут конечно вообще все болеет из-за масла вот у нас трубочка тоже развела антифризе ком он 2 так а не так 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 поэтому сначала будем устранять все явно а дальше уже смотреть по состоянию даже стали интересно с какой течью сколько там антифриза сколько масла в моторе осталось карельская пошатать надо николай у нас главный шатун не так его шатай и так его только я могу шатать все рейка ремонт ты же сказал что с рейкой все нормально стучит все пока все все понятно друзья уровень масла будем проверять чуть позже дает а не ломается